Ситуация с коронавирусом наложила отпечаток на весь формат главного праздника страны, но не смогла затмить священную суть этого дня – память и благодарность за спасенный мир. По традиции, сотни человек пришли к Вечному огню, чтобы почтить бессмертный подвиг советских солдат и офицеров. В возложении приняли участие и первые лица области. В этом году здесь нет торжественных речей, нет масштабных мероприятий. От этого простой и строгий ритуал возложения цветов к Вечному огню стал по-настоящему пронзительным, трогательным и душевным. Ведь каждый замерший над братской могилой солдат, погибших при обороне Новгорода, вспоминал и думал прежде всего о героях своей семьи, так и не вернувшихся с той войны. О всех, кто погиб, о своих прадедах, о тех людях, которые здесь лежат. Не удержать дома в этот день и представителей старшего поколения. Новгородка Валентина Павловна пришла к огню, несмотря на реальную вирусную опасность. 9 мая в ее жизни – личная боль и личный праздник. Я родилась 25 июля 1941 года в Лизинирском пяточке. Отец уже ушел, а мама с четырьмя детьми эвакуировали нас на 48 часов в Тамбовскую область. Каждый раз 9 мая не может сдержать слез и Елена Писарева, оставив у мемориала букета, надолго вглядывается в лица на памятном стенде. Это наши земляки, отвоевавшие город, мир и свободу всего человечества. Когда-то они тоже были молодыми, а их жизнь была полна надежд и планов. Когда видишь фотографии тех, кого с нами нет, и которые, вы знаете, у каждого же была своя жизнь, у каждого была своя любовь, у каждого были, наверное, дети, а кто-то хотел просто детей, хотел жить под мирным небом, одеваться красиво, радоваться жизни. Но, к сожалению, вот не случилось этого. Проклятый фашист сделал так, что многие-многие миллионы погибли. На памятном стенде уже сотни имен и лиц, а ведь это лишь начало акции. Разместить здесь фото своего родственника может каждый новгородец. Неважно, воевал ли он, трудился в тылу или на себе познал ужасы концлагерей. Это еще один способ сказать спасибо всем тем, кто завоевал для нас общую победу. Слезы наворачиваются на глаза. И то, что мы этот праздник в немножко усеченном варианте празднуем, от этого он не становится менее значимым, а наоборот обретает новые символы. И эти символы – память, признательность и гордость, живущие в самом сердце. Они не требуют громких слов. И в отличие от вынужденных внешних ограничений сегодняшнего дня, на самом деле безграничны и всеобъемлющи, как это мирное голубое небо над нами, выстраданное и подаренное нам в том далеком мае 1945 года. Ольга Ионова, Нина Крючек, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.